В январе-марте 2017 года казахстанская компания Allure Group на мощностях завода ТУО СРРК Автопром в Костанае произвела 2108 автомобилей, передает Интерфакс Казахстан. Как отметили в пресс-службе компании, данный показатель в 4,3 раза превышает количество произведенных автомобилей за аналогичный период прошлого года. В Allure Group добавили, что Агромашхолдинг КИЗ, также входящая в группу компания Allure Group, в конце первого полугодия 2017 года начнет производство комбайнов. Мясо дорожает быстрее, чем прочие продукты питания, на 8-10% за год. При среднем росте цен на продтовары всего на 5,5%, сообщает Energy Prom KZ. Сильнее всего год к году подорожала говядина сразу на 9,9% до 1481 тенге за килограмм. Баранина выросла в цене на 9% до 1390 тенге за килограмм. Свинина и конина подорожали на 8,8% до 1254 тенге и 8% до 1619 тенге соответственно. Практически не изменились в цене только куры. Рост лишь на 0,4% до 745 тенге за килограмм. Говядина и баранья дороже всего стоят в Астане 1666 и 1720 тенге за килограмм соответственно. Самая высокая цена на свинину по городам и мегаполисам Республики Казахстан в Жесказгане 1463 тенге в среднем за килограмм. Самая дорогая конина в Караганде 1841 тенге за килограмм. В Атырау самая высокая цена на мясо птицы. Куры стоят 890 тенге за килограмм. Аренда жилья, причем как благоустроенного, так и неблагоустроенного, растет, посчитали аналитики интернет-портала Финпром Киезет. В песне текущего года аренда одного квадратного метра благоустроенного жилья в среднем по стране стоила 1335 тенге. Стоимость неблагоустроенного жилья за один квадратный метр в среднем обходилась в 746 тенге по итогам февраля 2018. Цены на аренду благоустроенного жилья в феврале 2018 выросли год к году в 10 из 18 крупных городов и мегаполисов страны. В семи городах цены остались без изменений. Только в Алма-Аты цена снизилась на 3,4%. Наибольший рост цен на аренду благоустроенного жилья зафиксирован в Жесказгане. В феврале текущего года аренда одного квадратного метра в среднем обходилась жителям города в 1092 тенге, что на 20% дороже, чем годом ранее. В Астане цены также значительно выросли. В среднем столице аренда одного квадратного метра обходилась в 2738 тенге, что на 377 тенге или 16% дороже, чем в феврале 2017-го. В тройке лидеров по росту цен аренда одного жилья также оказался Кухшитау с приростом цены за 1 квадратный метр на 7,1%. Авиационная отрасль Казахстана, как говорят эксперты, на сегодняшний день находится на позитивной ноте. Авиаперевозки из года в год демонстрируют уверенный рост. Пассажиропоток только за прошлый год увеличился на 23%. Ранее этот показатель не достигал и 10%. В целом гражданская авиация Казахстана на сегодняшний день развивается очень динамично. За 2017 год было перевезено 7,4 миллиона пассажиров всеми авиакомпаниями. Это показатель очень высокий и он беспрецедентный за все годы независимости. Также у нас идет очень высокий рост пассажиров, который переводится транзитом. По итогам 2017 года рост составил порядка 30%. А вообще, если говорить за последние 7-8 лет, практически с нуля, транзит пассажиров увеличился в 20 раз. За прошлый год транзитный пассажиропоток составил 620 тысяч человек. В этом году ожидается уже 900 тысяч транзитных пассажиров. А к 2020 году эта цифра должна достигнуть 1 миллиона 600 тысяч человек. На сегодняшний день у нас выполняются международные полеты по 96 маршрутам. Связь с миром осуществляют 23 авиакомпании, две из которых казахстанские. За месяц всеми авиакомпаниями переводится свыше 600 тысяч пассажиров. Соответственно, в день переводится порядка 20 тысяч пассажиров по всему Казахстану. В целом же авиация – это зеркало экономики любого государства в целом. И тому есть логичное объяснение. Авиация напрямую связана с экономикой. Корреляция там прямая. Экономика, если растет, то авиация растет. И наоборот, если экономика падает, то авиация тоже страдает. Потому что люди летают, когда у них появляется такая возможность. Соответственно, при позитивном экономической ситуации в стране. В этой связи у нас практически за всю историю независимости, за все годы, у нас начиная с конца 90-х идет рост в авиационной отрасли, и количество пассажиров неуклонно растет. Всего же в Казахстане действуют 53 авиакомпании, а общий парк судов насчитывает практически 900 единиц. Однако актуализированные действующие сертификаты имеют порядка 220. То есть все они допущены к полетам и сертифицированы согласно нашим национальным требованиям, согласно стандартам ИКАУ и своевременно проходят техническую проверку. На сегодняшний день авиационная отрасль имеет высокий уровень безопасности полетов, о чем свидетельствует показатель соответствия стандартам ИКАУ 74%. Для сравнения, среднемировой уровень 63%, а среднеевропейский 76%. Авиационные перевозки, в том числе в Казахстане, самый безопасный вид транспорта. То есть у вас, грубо говоря, шанс, если говорить чисто математически, шанс погибнуть в авиационной катастрофе гораздо меньше, чем на пути в аэропорт. Отечественные авиаперевозчики заинтересованы в оказании не просто качественных услуг, но и комфортабельных. А потому большое внимание уделяется обновлению парка техники. Ирастана обладает одним из самых наиболее молодых авиапарков в мире. Это факт, поэтому состояние, основная масса людей, перевозимых в Казахстане, более 90%, сейчас перевозится на современных молодых воздушных судах, мировых лидеров, производителей. Поэтому состояние воздушных судов хорошее. То, о чем беспокоится или интересует основную массу населения, потребителей, пассажиров, как вы и сами это видите, в основном летает на современных молодых воздушных судах. В Казахстане также намерены развивать так называемую малую авиацию в регионах. И в первую очередь это связано с развитием туристических направлений, таких как Алаколь, Балхаш и Зайсан. У нас запланирована сейчас программа по строительству 16 малых аэродромов в разных регионах. В настоящее время соответствующая проектная документация готовится. Вот на основе этой проектной документации это будут грунтовые, в большинстве слоем грунтовые аэродромы. Они небольшие, будут они построены. Сейчас ведется работа по созданию авиакомпании, владеющей соответствующим парком, которому мог приземляться на эти аэродромы. И вот совместно с Акиматами, с местными исполнительными органами мы приступим к реализации этой программы в следующем году. Помимо этого будут решены вопросы с частотой рейсов, для того, чтобы максимально удовлетворить потребность как граждан страны, так и прибывающих из-за рубежа на отдых в Казахстан. Для предоставления удобного продукта пассажиру, чтобы у него была возможность прилетать более гибким графиком, те существующие маршруты, мы на них наращиваем количество рейсов. То есть чтобы пассажир мог комфортно передвигаться, то есть в зависимости от их целей, которые он перед собой ставит. То есть в любой день мог прилететь и в любой день мог улететь. В этом году в планах Комитета гражданской авиации не только увеличить интенсивность полетов, но и еще открыть ряд новых направлений, как за счет собственных авиакомпаний, так и с привлечением иностранных контрагентов. Кроме того, в Астане с прошлого года действует режим открытого неба, который также способствует привлечению на отечественный рынок все новых игроков. К 2030 году, по мнению ИКАУ, гражданская авиация в мире удвоится в своем размере, то есть количество рейсов, количество перевезенных пассажиров будет неуклонно расти. При этом следует понимать, это усредненные расчеты, и, возможно, для Казахстана этот показатель будет намного выше. Так или иначе, отечественная авиация на пороге больших перемен и возможностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин